Добрый день, друзья! Продолжаем наш марафон на первом дане Фокса. Я думаю, в Макао уже все радуются, что у них есть такой сильный первый дан. Значит, мой оппонент сразу начал играть с Кокари. Ну, я тогда не буду отвечать на этот ход, не обязан я там отвечать. И на этот ход я тоже не буду отвечать, буду занимать свободные углы, даже если он будет атаковать в районе К3 мою двушку. Я даже не буду ее защищать и займу еще один свободный угол. Но здесь я захвачу Сенте в этом Джосаке и еще заберу Сан-Сан. Ну и как он собирается выигрывать эту партию? Ага, за счет влияния, да, можно попробовать. Это хороший план. Это хороший план. Так, как мне здесь... Давайте я просто сюда сыграю. Потому что нижняя сторона неинтересная. У меня здесь уже есть камень F17. Вот. Правую сторону я ему тоже сделал неинтересной. И, соответственно, угол у меня живой. Поэтому, я думаю, мой оппонент слишком разогнался в Фусеке. Хотел что-то получить крутое, но ничего крутого он тут не получил. Да, вот он решил атаковать эту группу. Я не буду отвечать, пока буду играть в Симари. Пусть он ее еще жестче атакует. Где еще можно походить? Можно сюда походить, чтобы потом атаковать вот это. Либо, в принципе, можно выпрыгивать, потому что его... Вот эта кейма тоже не очень сильная. Поэтому почему бы нет? Давайте посмотрим, что он может сделать. Ну, он может укрепить свою форму. Например, сыграть N5. Я сыграю Хана. Он почему-то так не делает. Давайте я тогда сыграю тоже Касуми. Такой ход. Ну, в принципе, он уже не может поймать. А я хочу как-нибудь контратаковать. Давайте я просто прилипну. Будет он резать или будет Хана играть? Все-таки он не решил порезать. Поэтому у меня все, проблем нет с моей группой. Я здесь могу еще более плотную позицию получить. Очков у меня уже очень много. Три угла. Теперь он решил порезать. Но это разрезание не является для меня какой-нибудь проблемой. Потому что я могу сыграть какой-нибудь ход сюда. Типа шичо-прерывателя. И потом контратаковать вот эту группу. Моя группа выбегает. То есть, что я здесь могу сделать? Я могу просто соединиться. Нет, таким ходом не могу. Давайте я просто вытянусь. Это Сенте. Ему нужно фиксировать разрезание как-нибудь. Вот он решил это сделать так. Я здесь могу вставить Атари. Потом повернуть. В общем, какая-то борьба у нас началась. Ну, тогда я как бы... Тут грех не продолжить атаку. Раз, два, три, четыре. И что? Ну, давай я порежу. И что ты будешь делать? У тебя проблемы с большой группой. У тебя нет времени меня как-то атаковать. Надо срочно убегать куда-нибудь сюда. Ага, вот он решил все-таки так убегать. Я здесь фиксирую форму. Правда, только все равно остается. Ну, посмотрим, что это ему даст. Я могу вставить здесь Атари. Потом здесь Атари. Ну, то есть, я его просто скумкаю сейчас. Не убью, но скумкаю. Получу много форсированных ходов. И вернусь защитить свою форму. Ага. Какой жадный. Хочет убить мою группу. Но ее невозможно убить. Мы в Макао не сдаемся. Просто так. Тем более, я сейчас двушку у него забираю. Мы в Макао не сдаемся. Но он может отпилить вот этот камень по 4. Если он поставит Атари, я соединюсь, он вытянется и так далее. Ага. Вот он вернулся к этой группе. Теперь я наваливаюсь на эту группу. Укрепляю свою позицию. И атакую теперь вот эту группу. То есть, я здесь получил какую-то крепкую форму. И теперь посмотрим, что я здесь могу сделать. Как я могу использовать это все. Вот он убегает. Он может отрезать спокойно камень К-12. Но даже если он, в принципе, здесь выживет, мне это только на руку. Но ему нужно еще выжить. Вот в чем проблема. Ну, он сейчас должен играть Н-15. Странно. Н-15 он... Ага. Этот ход тоже он может играть. Все правильно. Тогда я здесь, по-моему, могу еще побороться. Потому что я могу сыграть такой ход. Потом я могу сыграть такой ход. И потом я могу вкинуть. Поставить Атари. Забрать один камень. Он поставит Атари. Я соединюсь. Ага. Нет. Он убьет. Да? Так. А если я соединюсь? Он закроется. Я спущусь. По-моему, он в любом случае убьет. Поэтому давайте я отыграю такой Йоса. Пусть он забирает. Я это оставлю как угроза, пока не буду это активировать. А если я оттолкну, он соединится. Нет. Пока я ничего не могу здесь сделать. Давайте я, наверное, поставлю такой Атари. Это большой ход. Потом еще могу надавить. Но это больше на Йоса похоже. Но это мои Сента-ходы. Почему бы их не использовать? Для укрепления формы. Так. Ну, он очень агрессивно играет. Сейчас, наверное, косу не будет. Потому что иначе не было смысла сюда вкидывать. Да, косу не. Здесь, наверное, мне нужно сыграть Атари. И потом соединиться. И у меня... Ой, это очень странный ход какой-то. Это очень странный какой-то ход. Я не совсем его понимаю. Это просто он что, по второй линии? Типа обезьянки мне очки выбивает? Или он просчитался? Или что-то? Или что-то я тут не понял. Ну, в общем, я остался соединен с центральной группой. Этот ход я не понял. Он вытягивается. Я могу пробить. Или как? Я сюда. Если он соединится, то я поставлю Атари. Он сюда, я сюда. Нет, он захватит. Поэтому я должен пробить. Теперь он, наверное, будет отрезать. В таком виде. Очень интересно. Какой-то мне попался фанатик. Прям хочет уметь. Видимо, ему не нравится Макао. Хорошо. Давайте я сюда сыграю. Ну, он поставит Атари, наверное. Или просто выпрыгнет. Хорошо. Ставит Атари я сюда. Он играет сюда. Ну, у меня здесь есть такой ход. То есть центр он не может убить мой. У меня в центре очень много места. Места. Сейчас. Мне нужно придумать какую-нибудь контр-игру. Просто тут... Тут-то я отвечу. Вот если я сюда похожу. Потом сюда похожу. Он соединится. Я вкину. Он пробьет. Сюда я не смогу. Мне это Мазумари. Поэтому это вкидывание особо мне ничего не даст. Так. Я вот думаю, скорее вот над этой контр-игрой. Хана. Но он, наверное, это порежет. Что мне тогда делать? Вытянулся. Это как-то медленно. Хорошо. Давайте я здесь поставлю Атари, Атари. Так. Атари, Атари я поставил. И дальше вообще сыграю сюда. Но он, правда, будет очки брать. Это не очень... О, он не просто... Что-то я не понял. Это зачем он так агрессивно играет? Какой-то агрессор, оппонент. Хочет все убить в центре. Ну, Атари вставит. О, даже Атари не вставил. Что-то я не понял. А как он выживет сейчас? Своей двушкой. Сюда походит? Аж 12? Ну, на этот ход я ставлю Атари. Дальше он, наверное, хочет аж 12 сыграть. Но этот ход особенно ничего не даст ему. Ага. Теперь он решил убегать. Но он же не может убежать. Как он будет убегать? Вытянется, что ли? Ну, какой интересный оппонент. Ну, может, строго говоря, сюда-сюда. Хотя нет, не может. Если сюда, то я просто... Нет, я не могу отрезать, потому что это Атари. Он соединится, да? А если я просто накрою? Вот если я просто сюда похожу, как он будет выходить? Он по нуке заберет себя? Да, по нуке жалко отдавать. Но придется. Так, вкинул он сюда. Это все равно один глаз. Вкинул он сюда. Ханн он сюда. Ханн. Ага. Могу кубарьбу играть. Вот с этой всей мутой. То есть, вкидываю, он пробивает. Ханн. Он сюда. Ханн. Он Атари, я Атари снизу. Ну, так себе кубарьба, на самом деле. Ну, какой крутой ход он нашел. То есть, что, я Атари не могу поставить? Да нет, это тот по нуке, о котором я говорил. Могу я Атари поставить? А если я просто сейчас вытянусь? Я же могу, по-моему, просто вытянуться сейчас? То есть, я вытягиваюсь. И он не может соединяться, потому что я просто отрезаю. Давайте я вытянусь. По-моему, все хорошо. У него тоже тут, как бы, он не может в лоб начать меня убивать, потому что, если он себе забьет степень дыхания, то я могу попробовать тут Дамадзимари сделать для него. Изнутри. А что мне это даст? Я просто эту группу, что ли, убью? Нет, это мало. Но сейчас я так прикинул, он не может ничего сделать. Насколько я прикинул. Куда он будет играть теперь? Если он, конечно, убьет центральную группу, то у меня очков не будет хватать. Но я не вижу, как он ее может убить. Если он ее не убивает, то у меня раз большой угол, два большой угол, три большой угол. И он может слева, конечно, взять очки, но его верхняя группа обязательно попадет под атаку. То есть, я там еще наберу очков, если не убью ее. Поэтому я не знаю, как он хочет это убить. То есть, это единственный шанс у него выиграть, партию убить. Ну, у него два хода. Либо H10, либо H8. Ну, он может еще отаре поставить. Но отаре либо соединится. Но это, ну, как бы, больше я не вижу ходов. Ну, он может еще сюда походить. Но я за две ему степени. По-моему, вот эти камни просто умерли. Поэтому их, наверное, нужно жертвовать. То есть, соединиться H8. Потом сюда я должен буду резать. Потом поставить, наверное, отаре. Я соединиться должен буду. Ага, все-таки он полез сюда. Ну, я тогда сыграю такой ход. Он хочет порезать. Я поставлю двойной такой ход. Но здесь я должен играть сюда. У меня выбора нет. И что он будет делать? Он же умирает. Он мне ставит отаре. Я здесь обязан соединиться. Ах, блин! У меня Дамазумари изнутри. Ой-ой-ой! У меня Дамазумари изнутри. Отаре. Я сюда. Блин, как я не увидел, что вот это Дамазумари. То есть, он что, выиграет меня? А если я сюда сейчас похожу, он поставит отаре. Я поставлю отаре. Он пробьет, я пробью. если я сейчас так соединюсь. Он забьет степень. А, подождите. Я просто соединяюсь сейчас сюда. И у меня наружных образуется три дыхания. Он может порезать, конечно, но я поставлю отаре. Он вытянется. Я соединюсь. А, ну все. Что-то я зря тут испугался. Я просто соединяюсь. Ну вот и все. Как-то я поверил в эту китайскую мечту, то, что он может мою группу убить. Не может он ее убить. А, так он еще и смеется надо мной. Понятно. Но это разрезание ему ничего не даст. Я здесь поставлю, наверное, или такой лучше отаре поставить. Я отаре, он вытянется. Я соединюсь. И что он будет делать? Давайте я поставлю такой отаре. Он то есть хуже делает вот этой группе сейчас своей E14. То есть ему нужно вообще сдаваться, потому что он не может уже эту партию никак выиграть. Но здесь, конечно, был момент, когда я испугался. Это я не спорю. Ну, какой-нибудь вход модный типа G7 не поймает мои камни. потому что у меня еще здесь отаре остается. Ну, какой хитрый жук. Первый дан, а уже такой хитрый жук. Ну, да, если бы он убивал мою группу, мне пришлось бы идти на эту безумную ко-борьбу, которая вообще там несколько ступенчатая ко-борьба. И вряд ли я бы выиграл, потому что у него еще локальные ко-угрозы есть. Например, сюда выйти. Надо не написать. по-китайски значит я не знаю. Я этим говорю как бы я не знаю, как забил их выиграть эту партию теперь. Ну, он совершенно задумался. Давайте я нажму на паузу, потому что он может все 8 минут теперь ничего делать. Ага, все-таки он прилип, но потому что это единственный какой-то шанс. Ну, здесь просто я отарю могу поставить и все. И он не может меня поймать. Ну, это ему не поможет, даже если бы здесь была лесенка она бежала на маяками. Поэтому, к сожалению, это не работает. Ну, конечно, обидно для Бева, потому что там было всего два хода. Если бы я закрылся, у меня бы все умирало, а если я соединяюсь, тогда он умирает. Он, конечно же, надеялся, что я просто закроюсь сразу. Ну, здесь без вариантов. Тут проблемы, конечно, начинаются у группы Е15. Эти камни не знаю, как спасать. Какие-нибудь суперприлипания только играть, что-нибудь такое. Но вообще напористый оппонент это хорошо. Надо быть напористым. Стараться все убить, все проатаковать, везде порезать это хорошо. еще раз на паузу нажму. Так, оппонент сделал ход, он забивает мне степень дыхания, то есть мне нужно ему теперь поставить будет Атари. А, ну это сама Атари, зачем он сюда походил? Сейчас, наверное, будет сдаваться. или как? Ну да, молодец. Вот, нет, к сожалению, я не смогу с тобой еще сыграть. Значит, пауза. Давайте разберем эту партию. Значит, партия началась очень агрессивно и продолжилась она тоже очень агрессивно со стороны белого. везде какари. Сейчас, одну минуту. Так, продолжаем разбор. Значит, что здесь произошло? То есть он сразу играет какари сверху, какари снизу. Ну, я выбираю просто стандартную джосики, чтобы в Сенте закончить и забрать себе сансан. Он начинает давить. Это правильная тактика, построить какую-то плотность. Вот этот обмен не нужен. То есть что он дальше сделал? Ну, обычно так не играют, по-моему. То есть здесь он может просто спуститься, если ему надо. Но проблема для него в том, что я выбираю сторону изначально. Как занявший сансан, я выбираю сторону после накрывания в какую сторону мне играть. Я понимаю, что если он будет строить стенку, смотрящую на низ, то у меня здесь уже есть камень по третьей линии, она не суперэффективная. Здесь много очков не получится. Именно поэтому я играю в эту сторону. И напротив, если бы мы играли как-нибудь в таком ключе, то здесь больше перспектив за белых, но здесь, конечно, как это сформулировать, слишком много простора для вторжения. То есть я бы, наверное, как-нибудь вторгался, типа того, он бы сделал какие-нибудь обмены, допустим, что-то типа того. И потом в зависимости от его предпочтений, он мог бы сыграть как-нибудь так, потом он мог бы здесь подтолкнуть, я бы как-нибудь выпрыгнул. Я просто почему все это показываю, потому что нужно держать в уме то, что у него есть атака вот на эти два камня еще. Вот что-нибудь, ну, примерно, примерно я накидываю, как бы, это это не конкретные вариации, а просто направление игры. Вот. В общем, окей, я выбрал в эту сторону, он нажал, это не нужно было делать. Так нажимаю, только если мы здесь хотим сыграть какой-нибудь Atari, Atari, там и какой-нибудь, что-нибудь типа того, что-то модное, короче. Но сейчас, к сожалению, для белого уже в К-17 стоит камень, поэтому это все не очень интересно. Вот, он переключается, он понимает, что здесь он хорошую позицию уже не получит, потому что К-17 портит всю погоду и угол живет. Поэтому он начинает атаковать верхние два камня, а я как-то особенно не парюсь, потому что один камень достаточно слабый, простора в центре очень много, за один ход он никак не закроет, потому что если он будет закрывать так, то у меня всегда есть такое пролезание, ну, проползание, в общем, поэтому я как бы просто сыграл F3, это очень большой ход, он начинает как бы атаковать, но у меня есть все равно выпрыгивание, и дальше я ожидал то, что будет что-то типа того, вот такие ходы и потом можно порезать, хотя нет, здесь нельзя порезать, потому что вытягивание это сенте, то есть здесь нужно как-то закрываться и дальше можно забирать разрезающий камень, а если резать с этой стороны то что может делать черный атари поставить выходить дальше какой-нибудь такой ход но здесь я обязательно вставлю два атари соединения ну или там атари соединения и ну в общем он не может это поймать потому что сейчас мой а подождите но даже если он здесь порежет то я могу то я могу просто сыграть как-нибудь сюда он будет выходить у меня будет кейма если он прям очень взялся за мою группу то будет как-то так и потом я могу играть сюда это универсальный ход если он выбивает этот глаз то я просто играю так и потом так ну может поставить атари но у меня уже как бы почти живая группа хотя нет не все так просто мне нельзя соединяться то есть мне нужно играть ку борьбу да тогда может быть мне играть не 24 туда 24 сюда и что тогда что я добиваюсь если он сыграет здесь косули то я могу просто поставить атари который мне не нужен то есть атари соединится я сделаю один глаз ага если он вот так выбивает мне глаз то у меня вот этот ход цента из-за того что он может соединяться с ар-14 ну блин очень сложно все это получилось поэтому я ожидал то что он будет как-то вероломно вот так все это отрезать тогда мне пришлось бы здесь чтобы не запариваться но тогда много очков просто получает в такой редакции много очков я конечно немного очков забрал но базы у меня нет и ход его и так он продолжит брать очки то есть я его только укрепляю так поэтому сложно в общем я убежден был что он будет играть ван 5 опять прям очень жесткий ход но почему-то сыграл косу я тоже сыграл косу в принципе что тут меняется если он играет еще раз сюда я сюда он сюда я отарю сюда я сюда он сюда нет тут ничего не работает да большие проблемы могли быть у черных даже после косули но но сыграл кейму я тут даже прилив то есть мне нужно было бы что-нибудь жертвы но это порядочно очков и после жертвы у меня все равно не было бы база Здесь мне стало полегче, потому что у меня-то очков много, здесь стоит агейма, здесь угол и здесь угол. И теперь у меня появляется после этого хода, ну здесь он конечно порезал, но глобально, если бы я здесь защитился, то моя плотность полностью нейтрализует любую плотность в центре билова, а по очкам у меня больше. Поэтому если играть именно так, ну даже если бы он там получил какие-то очки, даже если так, если сейчас ход черных и я сыграю какую-нибудь агейму, я уже не говорю о том, что я могу атаковать эту группу. Я могу не агейму играть, а вообще сюда, и тогда будет что-нибудь типа такого, он побежит, я еще буду атаковать и строить очки. Поэтому я сейчас это не беру в расчет, я просто играю, я просто после вот этого всего, ну допустим так сыграли, да, то есть он здесь хорошо берет слева, я играю агейму и получается близкая партия. Да, получается, что у черных все равно получше. Но почему? Потому что оппонент изначально как бы не занимал углы, он просто начал атаковать все подряд, очень агрессивный стиль. Здесь он молодец в том, что порезан, и я тут решил с ним как бы поиграться. То есть, ну, у него слабая здесь группа, я как-то уверен, что он эту группу не может убить. Вот форму я ему испортил, здесь у меня все хорошо. Убить он не может, тут он ошибся. Допустим, если бы он здесь закрылся, я бы вытянулся. Но все равно это неубиваемо, это живая группа. Это живая группа. Сверху там, я говорил, он может поставить отари, вытянуться, отрезать один кабель, но это мелковато и долго. Плюс я могу вставить отари, еще раз отари, и для черных это комфортно. И он тут решает спасать эту группу. Я на нее начинаю давить, чтобы проатаковать вот эту. У меня у самого большие слабости, вот в этой форме. И здесь я совершенно недооценил то, что у меня не хватает одной степени. Поэтому я пошел, ну, то есть, если сюда, то сюда, то сюда. Он может спокойно в центре играть сюда, я должен как-нибудь соединиться. Потом он может вкинуть, поставить отари, и все, он выиграл по степеням дыхания. Очевидно. Поэтому это тоже за меня не работало. Значит, мой вот этот ход был правильным. То, что я ему отдаю. А здесь, если я соединюсь, то он просто забивает дыхание, и я не успеваю на одну степень, он убивает. Поэтому я здесь, конечно, ничего не доигрываю, оставляю ногу угрозы. Ну, и дальше пломбирую угол. Ну, выглядит мелковато, но... Но, как бы, сводит к тому, что у белых мало очков получается справа. То есть, он тут просто выживает. Не уверен, что это правильная игра за черных, все эти маневры. Черные и так живые сейчас. И все-таки то, что я сыграл, это, наверное, больше наесы похода. То есть, наверное, лучше играть сюда. Наверное, лучше играть сюда. Как-то оказывать давление, плюс пробовать закрыть себе больше территорию. Ну, окей, получилось так. Он порезал, то есть, еще одна активная игра. Он там порезал, здесь порезал. Молодец. То есть, сперва сразу какари везде, потом разрезание, потом такой чудесный ход. То есть, ну, если бы я пробил, он бы просто сюда сыграл. И если бы я сюда, он бы все равно порезал. Вот. Поэтому я сюда, но он вообще вытянулся. И здесь лесенка за меня не работает. А в гету у меня нет времени ловить, потому что под атари ко мне встанут. Ну вот. И дальше он оттари убегает. И здесь я могу, конечно, вытянуться, но мне хотелось как-то оживить свою позицию. То есть, мне не нравилось полностью находиться под атакой. И поэтому я решил здесь сделать такие обмены и просто играть уже как-то так. То есть, типа я контратакую там или что-нибудь. Потому что можно докопаться немного до верхней группы. И здесь можно докопаться до этой группы. Но он контратакует. Я здесь подрезаю. И получается то, что я вот отрезал. И здесь вот эта вся вот сложная ситуация. То есть, если бы я поставил атари, он бы здесь тоже поставил, наверное, атари. Я бы пробил. Он бы соединился. Я бы поставил атари. Он сюда. Ой, это еще хуже за меня. Потому что он забирает очень много очков слева. Да, он так получает очень много очков слева. И я уже не уверен в том, что черный выигрывает. Давайте посмотрим. Он показывает то, что черный плюс 25. Почему? А, потому что здесь много очков получилось. Ну, окей. Окей, все-таки не так, что у вас здесь очков. Хорошо. Тогда вернемся. Я вытянулся. И здесь уже, как я посчитал, вот это не работает. То же самое практически, что было в партии. Да, та же самая форма. Это все не работает. Вот. Ну, что? Похвально. Оппонент играл очень остро. Я резал по делу. Его разрезания работали. Он действительно обострял ситуацию. Наказывал меня за какую-то оптимистичную игру. Но в итоге ему немного не хватило. В итоге ему немного не хватило. Но в целом, я считаю, это очень хороший стиль игры. Сразу начинать с Рубилова. Потому что такой стиль игры тренирует счет. И, ну, в принципе, я люблю такой стиль игры. То есть, мне очень понравилась партия. И я очень... У меня очень хорошее впечатление от оппонента осталось. Даже если бы он все 6 минут, там, или 8 минут в конце выждал. И в итоге бы убежал. Я бы еще ждал 5 минут. Я бы на него не сильно, как бы... Ну, не сильно бы я разочаровался. Потому что он очень хорошо играл. И, в принципе, я понимал бы, что ему было обидно. Но он же не знает, что он там с Сэндбэкером играет. Что у меня не первая Дана. Но он старался очень хорошо. Окей. Тогда, я думаю, для этого видео все. И увидимся в следующем. Всем пока. Хорошего дня.